Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры! Мы с вами продолжаем читать книгу «Невидимая брань», книга, которая принадлежит преподобному Никодиму Святогорцу, но, как говорит об этом, переводчик на русский язык с греческого, святитель Феофан Затворник, принадлежит не по перу, а сколько по духу этого святого отца. И, читая эту книгу, здесь мы можем действительно увидеть то, что является общим для вообще православного взгляда на жизнь, православного взгляда на спасение. То есть, видим как бы вот такой некий синтез очень точных научений. То, что можем в какой-то степени увидеть от того отца, от того отца, от того, что как раз является неким доказательством того, что дух святый руководит здесь святыми. Дух святый влагает в их ум и в их сердце то, что содействует ко благу каждому, каждого из нас. Мы с вами читаем главу 45, которая говорит нам, в котором говорится об осуждении, о том недуге, которому подвержены большинство людей. Очень многие люди прямо любят осуждать, любят перебирать какие-то злые дела других людей. Причем, как здесь нам говорит преподобный отец, осуждая чаще всего, мы осуждаем не за что-то конкретное. Нам кажется так. Нам кажется, что человек плох. Мы слышим вот эти внушения сатаны, потому что здесь в основе вот этих злых помыслов всегда стоит дьявол. Как здесь было сказано, да, он бодренно, да, стоит возле нас и внушает нам это, что посмотри на того, вон он какой, вон как он плохо, скорее всего, думает, он плохо поступает, у него, наверное, плохие мысли, у него, наверное, вот такой нрав. И мы слушаем эти помыслы, которые очень хорошо усваиваются в нашем самомнении, в нашем каком-то таком горделивом отношении к себе. Мы себя помыслом поднимаем на какую-то высоту, будто бы не падение. Нам кажется, что я так точно не поступлю, и начинаем разглядывать. Что-то, вот эти дурные предположения о другом человеке. И настолько это начинает нас услаждать, что снова и снова ищем вот это, и привыкает человек к этому, усложняет этого зла и впадает вот в эту беду. Ну и здесь мы видим, да, в этой главе нам говорится о том, как от этого уходить. Говорится о том, что человек бодренно следит за собой. Помни, что начало вот этих помыслов – это бесовский навет. Дьяволу нужно тебе погубить, дьявол внушает тебе это зло. Дьявол заставляет тебя не любить людей, не любить ближнего своего, а ненавидеть его. Потому что когда ты осуждаешь человека, ты не можешь любить его. Он тебе кажется дурным. И вот в первую очередь будь внимателен. Помни, откуда все идет. Старайся думать о человеке хорошее. Помни о том, что в любом человеке есть добро. И даже если человек ошибается сегодня, тем не менее в нем есть то добро. Он – образ Божий. Любой человек – это тот, ради которого Спаситель пришел на землю, ради которого Спаситель принял крестные страдания и смерть. Помни о том, что Бог не велит нам осуждать, а наоборот говорит, что не судите, да не судим и будете. Так вот, Бог тебе повелевает здесь сначала из своего глаза достать бревно. Что ты смотришь на сыринку в глазе брата твоего? Займись собой. И действительно, если бы мы следили за своей душой, если бы мы всеусиленно старались исправлять сначала собственное сердце, собственную душу, у нас как минимум не было бы времени осуждать других людей. Ну, зачем мне смотреть на жизнь кого-то? Для чего? Еще что-то думать, подозревать, мучиться от этого? Зачем мне своя жизнь, мне самим собой надо заниматься? Ну, давайте смотреть, что нам говорится дальше. К тому же, когда ты строго судишь о каком недобром поступке ближнего, знай, что какой-нибудь корешок этой же самой недоброты есть и в твоем сердце, которое по своей страстности научает тебя строить догадки о других и осуждать их. Знаете, вот как говорится, по себе людей не судят. И оно ведь вот так и происходит. Осуждая кого-то, мы всегда можем увидеть, что за что я осуждаю другого человека, это есть во мне самом, так или иначе. Я, может быть, пытаюсь это от себя скрывать, я, может, это пытаюсь как-то завуалировать или объяснить себе это какими-то другими причинами, но когда я вижу это в другом человеке, я обязательно почувствую это. Мне это всегда не нравится. Я всегда вот именно вот это вот отмечу для себя, что вот это плохое в человеке. Но вот с другой стороны, это является признаком того, что это в нас самих есть в первую очередь. Лукавый человек от лукавого сокровища сердца своего износит лукавое. Говорит нам апостол, евангелист Матфей. То есть вот получается, если я произношу или думаю, или чувствую суд над другим человеком, то есть мне видится, чувствуется что-то плохое в нем, то есть я же лукавый поступаю, зло, не по-доброму, так вот получается, я из злого сокровища своего сердца это осуждение выношу. То есть получается, вот у меня уже накоплено самого столько всего дурного, что это прямо понуждает меня это дурное видеть в другом человеке. И напротив, око чистое и бесстрастное, бесстрастно взирает на дела других, а не лукаво. То есть бесстрастно. А после бесстрастия, что там же и любовь наступает. То есть если бы мы были бы чистой душой, человек говорит, ты осуждаешь, тебе кажется, я вот так не поступаю. Но если бы действительно был бы чист от такого греха и бесстрастен, твое сердце было бы свободно, оно было бы легким и светлым, ты бы не видел дурного этого в другом человеке. Просто не видел. Совсем. И даже видя какие-то действительно согрешения другого человека, в первую очередь тебе было бы жалко человека. Ты бы сострадал ему. Но если ты видишь зло, и тем более тебе хочется это зло вот так себе прямо раздувать, ну что ж, это признак того, что ты сам, в первую очередь, болен всем этим. Так вот, да видим, что чистое око, оно не видит зла. Потому, когда придет к тебе помысл осудить другого за какую-либо погрешность, вознигодуй на самого себя, как на делателя таких дел и в том же повинного. И скажи в сердце своем, как я, окаянный, находясь в том же самом грехе и делая еще более тяжкие перегрешения, дерзну поднять голову, чтобы видеть погрешности других и осуждать их. Действуя так, ты будешь оружие, которым злой помысл внушает тебе поразить другого, обращать на самого себя. И вместо уронения брата пластырь будешь налагать на раны собственные. Смотрите, какой, да, вот здесь вот очень интересный подход. Такая вот тонкая стратегия. Дьявол влагает в наши руки оружие, чтобы убить брата нашего. Да, что вот осуди его. То есть вот смотри, какой он плохой, как он плохо делает. Но в этот момент мы можем это же оружие использовать против себя, как пластырь. Можем сказать, что кто я такой, чтобы осуждать брата моего? Что не должно ли мне смириться больше? Смириться и видеть лишь свои согрешения. Тогда придем в покаяние и тем самым дадим благо своему сердцу. Может быть, Господь еще и для этого попускает нам порой, да, вот эти вот нападки стороны сатаны, чтобы мы, мудро их используя, могли и дьявола поражать, и себе пользу приносить. И тогда, как грех брата будет не тайный, а явный, всем видный, ты старайся причину тому видеть не в том, что внушает недобрость, страсть, осуждение, а в том, на что может указать братолюбное к нему расположение. То есть, смотри, здесь другая ситуация нам показывается. Когда уже не просто ты подозреваешь кого-то в чем-то плохом, а видишь конкретное дело. Вот здесь вот, да, вот особенно порой человеку кажется сложным, вроде, ну как не осудить? Человек делает плохое, но видно, четко, и это же очевидно. Так вот здесь вот так нужно поступать. Так что, во-первых, старайся причину тому видеть не в том, что внушает недоброй страсть и осуждение, а в том, на что может указать братолюбное к нему расположение. И скажи в себе, так как брат этот, ну, сестра, тут понимаем, да, то есть, неважно, то есть, до ближнего, имеет, сей имеет многие, много сокровенных добродетелей, то Бог для сохранения их от повреждения тщеславием попустил ему впасть в теперешний грех. Или мало время побыть под этим невзрачным покровом, да, как будто бы согрешающего, чтобы он и самому себе пред своими глазами казался непотребным, и, будучи зато презираем другими, пожал плод смиренно-мудрее, еще более благоугодным сделался Богу. Так что в настоящем случае он получит больше пользы, чем сколько потерпел вреда. Пусть даже чей-нибудь грех будет не только явный, но и очень тяжкий, исходит из ожесточенного, нераскаянного сердца, ты при этом не суждай его, но возводи очи ума твоего к непостижимым и дивным судам Божьим, и увидишь, как многие люди, бывшие прежде при беззаконными, потом каялись, и достигали высокой степени святости. И как, с другой стороны, иные, стоящие на высокой степени совершенства, падали в глубокую пропасть. Смотри, не подвергнуться бы и тебе такому бедству и засуждению. Ну, опять же, да, здесь скажем, что, первых, можно думать, как пример, это ведь здесь можно по такому примеру очень много составить таких удобных размышлений. Вот здесь, опять же, нам как вариант показывается, что вижу, братцы огрешают. Я ведь могу подумать, ну, наверное, Господь попустил ему это падение для того, чтобы уберечь его добродетели, которых, скорее всего, у него очень много. Так как здесь вот сказано, что так братолюбное расположение может говорить. Вот бы, чтобы нам иметь любовь к брату, вот расположение, это доброе к нему, чтобы не осудить его, а постараться какое-то найти вот, ну, доброе объяснение вот того, что с ним происходит. Что, да, Господь попустил ему, но чтобы спасти его. Господь попустил ему пока побыть в таком тяжелом состоянии, но тем самым, да, вот, он придет через это к какому-то, ну, более правильному состоянию. То есть, не осуждать, а вот доброе подумать. Ну, да, вот еще раз, как пример нам показано, что даже если ты не можешь как-то это объяснить себе, ну, подумай, ну, Бог-то ведь знает, для чего это. Ведь у Бога непостижимы дивные суды. Бог все видит, Бог все знает, что Господь попустил всему этому произойти. Ну, кто я такой, чтобы здесь самому суд какой-то выносить, чтобы говорить, это хорошо, это плохо. Бог знает, как это все. Господи, помилуй всех нас. Отважные слова. Смотри, не подвергнутся бы тебе бедствию за осуждение твое. «Потому стоя всегда со страхом и трепетом, боясь более за самого себя, чем за другого кого». Вот важно. О себе думай, человек, о себе, о своей жизни, о своей душе. Что ты судишь и рядишь, кто прав, кто не прав. Займись самим собой. И будь уверен, что всякое доброе слово о ближнем и радость о нем суть в тебе плод и действия Святого Духа. Как напротив, всякое о нем худое слово и презрительное. Его осуждение происходит от твоего злонравия и дьявольского тебе внушения. Посему, когда соблазнишься каким-либо недобрым поступком брата, не давай очам своим сна, пока не изгонишь из сердца своего сего соблазна, и совершенно не умеришься с братом.